Президент Франции Эммануэль Макрон завершил свой трехдневный визит в Германию на мажорной ноте. В центре Мюнстера он приветствовал местных жителей после церемонии вручения Вестфальской премии мира. А вот накануне в Дрездене он выступил с пламенной речью о необходимости срочных реформ Евросоюза перед лицом новых угроз. ЕС может погибнуть, европейцам пора самим задуматься о собственной безопасности, а не ждать милости от США. Россия, если не завтра, то послезавтра, может атаковать Европу. А еще пора удвоить бюджет ЕС и создать единый внутренний рынок финансовых услуг. Нам всем вместе надо создать новую концепцию коллективной безопасности. И на ее основе, и только на ее основе, нам надо определить, какие ресурсы нам нужны, какие совместные проекты потребуются и какие промышленные, технологические и инновационные проекты нам надо создавать. Но нам нельзя попадаться в ловушку национализма или, наоборот, полной зависимости от США. Нам надо быть европейцами. Во вторник Эммануэль Макрон завершил свой государственный визит в Германию. Первый визит такого уровня за последние 24 года. Финальным пунктом программы стали германо-французские межправительственные консультации. Их центральной темой были вопросы безопасности и производства вооружения. В промежутках между двумя программой в Дрездене и Берлине президент Франции слетал в Мюнстер, где ему была вручена Вестфальская премия мира, как сказано в обосновании Комитета премии, за неустанные усилия по сдерживанию конфликта в начале российского вторжения в Украину. Накануне в Financial Times вышла совместная статья президента Макрона и канцлера Шольца с призывом к срочному реформированию Евросоюза ради сохранения его конкурентоспособности. В тексте сказано, что Европа не сможет сохранить привычный уровень жизни без фундаментальных реформ. Насколько тревожные настроения царят в Париже стало понятно в ходе выступления Макрона в понедельник вечером в Дрездене. По его словам, Европа переживает беспрецедентный момент в своей истории, вынуждающей самостоятельно думать о своей обороне и безопасности. Нам надо делать это сейчас, потому что решения принимаются сейчас, в том числе и нашими стратегическими конкурентами. А как европейцам и прежде всего как французам и немцам, нам надо быть гораздо более решительными и делать гораздо больше государственных инвестиций. Так что да, я говорю вам сегодня с уверенностью, давайте удвоим наш европейский бюджет. Или за счет повышения его объемов, или за счет кредитов, или за счет существующих финансовых инструментов. Давайте удвоим объем государственных инвестиций и создадим общий европейский рынок капитала, финансов и инвестиций для увеличения объемов частных инвестиций. Европе нужен серьезный инвестиционный шок. По словам Макрона, европейцам пора просыпаться. Единой Европа будет только тогда, когда создаст единую систему безопасности. Продолжение следует...